Наши картографические возможности улучшаются вместе с технологическими достижениями. Мы можем нанести на карту наш город, страну, планету и даже в некоторой степени нашу вселенную. Географические информационные системы, вершина картографии и современной технологии позволяют нам отображать наш мир способами, которые ранее были невозможны. Но с чего все началось? Сегодня я расскажу историю создания карт. Чтобы не пропустить новый выпуск, не забудьте подписаться на канал. Спасибо бустерам за выход этого ролика. А это история по-черному. Поехали. Некоторые из самых ранних известных карт были созданы 16 тысяч лет до нашей эры и показывают в основном ночное небо, а не землю. Древние наскальные рисунки изображают особенности ландшафта, такие как холмы и горы. Археологи полагают, что эти картинки использовались как для навигации по районам, которые они показывали, так и для простого изображения мест, которые посещали люди. Карты были созданы в Древней Вавилонии, в основном на глиняных табличках, и считается, что они были составлены с использованием очень точных геодезических методов. На этих картах были показаны топографические особенности, такие как холмы, долины или целые объекты. Вавилонская карта мира, созданная в 600 году до нашей эры, считается самой ранней картой мира. Она уникальна тем, что является символическим изображением Земли. В ней намеренно опускаются такие народы, как персы и египтяне, которые были хорошо известны вавилонянам. Показанная область изображена в виде круглой формы, окруженной водой, что соответствует религиозному представлению о мире, в который они верили. Примеры карт Древнего Египта довольно редки, однако те, что сохранились, демонстрируют акцент на геометрии и хорошо разработанных методах геодезии, возможно, вызваны необходимостью восстановления точных границ объектов недвижимости после ежегодных разливов Нила. При обзоре литературы по ранней географии и ранним представлениям о Земле, все источники приводят к Гомеру, которого многие считают отцом-основателем географии. Изображение Земли, задуманное Гомером в своих произведениях и принятое ранними греками, представляет собой круглый плоский диск, окруженный постоянно движущимся потоком океана. Идея на которую наводит вид горизонта, если смотреть с вершины горы или с морского побережья. Но познания Гомера о Земле были очень ограничены. В его стихах нет упоминания о Европе и Азии, как географических понятиях. Он и его греческие современники очень мало знали о Земле за пределами Египта. Дополнительные утверждения о древней географии можно найти в поэмах Гесиода. Через тексты произведений он демонстрирует своим современникам некоторые определенные географические познания. Он вводит названия таких рек, как Нил, Истер, Дунай, берега Босфора и Эвкинского, то есть Черного моря, побережье Галии, остров Сицилия и несколько других регионов и рек. Его передовые географические знания не только предшествовали греческой колониальной экспансии, но и были использованы на самых раннегреческих картах мира, созданных такими греческими картографами, как Анаксимандр и Гекотей Милецкий. Самым ранним древнегреком, который, как говорят, составил карту мира, является Анаксимандр Милецкий, ученик Фалеса. Он считал, что Земля имеет цилиндрическую форму. Обитаемая часть его мира была круглой, дискообразной и предположительно располагалась на верхней поверхности цилиндра. Анаксимандр был первым, начертившим карту известного мира. Хотя карта и не сохранилась, Гекотей Милецкий 50 лет спустя создал другую карту, которая, как он утверждал, была улучшенной версией карты его прославленного предшественника. Карта Гекотея описывает Землю как круглую плиту с окружающим океаном и Грецией в центре мира. Это было очень популярное современное греческое мировоззрение. Кроме того, подобно многим другим ранним картам древности, его карта не имеет масштаба. В качестве единиц измерения на этой карте использовались дни плавания по морю и дни марша по суше. Работа основана на предположении автора о том, что мир был разделен на два континента – Азию и Европу. Стоит упомянуть, что аналогичная карта, основанная на карте, разработанной Гекатием, была предназначена для содействия принятию политических решений. Согласно Геродоту, она была выгравирована на бронзовой табличке и доставлена в Спарту Аристагором во время восстания ионийских городов против персидского владычества с 499 по 494 год до н.э. Пифагор Самосский размышлял о понятии сферической земли с центральным огнем в ее ядре. Ему также приписывают внедрение модели, которая делит сферическую землю на пять зон – одну жаркую, две умеренных и две холодные – северную и южную. Представляется вероятным, что он проиллюстрировал свое разделение в виде карты, однако никаких свидетельств этого не сохранилось. Сцилакс, моряк, сделал запись о своих средиземноморских плаваниях примерно в 515 году до н.э. Это самый ранее известный набор греческих инструкций по плаванию, который стал основой для многих будущих картографов, особенно в средневековый период. Путь, которым географические знания греков продвинулись от предыдущих предположений о форме земли, был проложен Геродотом и его концептуальным взглядом на мир. Эта карта также не сохранилась, и многие предполагали, что ее вообще никогда и не было. Геродот очень много путешествовал, собирая информацию и документируя свои находки в своих книгах о Европе, Азии и Ливии. Он отверг преобладающее на большинстве карт V века мнение о том, что Земля представляет собой круглую плиту, окруженную океаном. В своей работе он описывает Землю как неправильную форму с океаном, окружающим только Азию и Африку. Он вводит такие названия, как Атлантическое и Эритрейское море, и разделяет мир на три континента – Европу, Азию и Африку. Он предположил, что протяженность Европы была намного больше, чем предполагалось в то время, и оставил форму Европы на усмотрение будущих исследований. Но, подобно своим предшественникам, Геродот также допускал ошибки. Он признавал четкое различие между цивилизованными греками в центре Земли и варварами на окраинах мира. В его историях мы можем очень ясно видеть, что он верил, что мир становится все более и более странным, когда человек уезжает из Греции, пока не достигает края Земли, где люди ведут себя как дикари. Восьмитомный географический атлас Птолемея является прототипом современного картографирования. Он включал указатель географических названий с указанием широты и долготы каждого места для ориентирования при поиске. Он указывал масштаб, условные знаки с легендами и практику ориентирования карт таким образом, что север был вверху, а восток – справа от карты. Однако его самой главной ошибкой был неправильный расчет окружности Земли. Он считал, что Евразия охватывает 180 градусов земного шара, что убедило Христофора Колумба переплыть Атлантику в поисках более простого и быстрого способа добраться до Индии. Если бы Колумб знал, что истинная цифра была намного больше, вполне возможно, что он никогда бы не отправился в свое знаменательное путешествие. Помпоний Мела из времен Римской империи уникален для древних географов тем, что разделил Землю на пять зон. Он утверждал, что территория южной умеренной зоны недоступна жителям северных умеренных регионов из-за невыносимого нагрева промежуточного жаркого пояса. Еще одним картографом Римской империи был Марин Тирский. Географический трактат Марина утерян и известен только по замечаниям Птолемея. Он нес усовершенствование построения карт и разработал систему морских просторов. Его главное наследие заключается в том, что он сначала присвоил каждому месту соответствующую широту и долготу. Его нулевой меридиан проходил через самую западную из известных ему земель – острова Блаженных, расположенные вокруг Канарских островов или островов Зеленого мыса. Марин оценил длиной экватора в 180 тысяч стадии, что примерно соответствует окружности Земли в 33 тысячи километров, что примерно на 17% меньше фактического значения. Его карты были первыми в Римской империи, на которых был изображен Китай. Марин придерживался мнения, что мировой океан разделен на восточную и западную части континентами Европы, Азии и Африки. Он также ввел в обиход термин «Антарктика», обозначающий противоположную сторону полярного круга. Самые ранее известные карты, сохранившиеся в Китае, датируются IV веком до н.э. Карты государства Цинь IV века до н.э. были нарисованы черными чернилами на деревянных блоках. Территории, показанные на семи картах династии Цинь, накладываются друг на друга. На картах показаны речные системы притоков реки Цзялинь в провинции Сычуань. Карты были крайне полезны, так как указывали на расположение дорог и рек. На этих картах также указаны места, где можно собирать различные виды древесины. Эти карты, возможно, являются старейшими экономическими картами в мире. Карты династии Хань более сложны, поскольку они охватывают гораздо большую территорию, используют большее количество хорошо проработанных картографических символов и включают дополнительную информацию о местных военных объектах и местном населении. Несмотря на широкое использование карт в конкретные периоды, правитель Пэй Сю, который продвигал свои карты и разработки, решил, что от них мало пользы, поскольку в них было слишком много неточностей и преувеличений в измерении расстояния между местоположениями. И только в 20 веке сделанная в 3 веке оценка Пэй Сю о мрачном качестве ранних карт была опровергнута. Карты Цзинь и Хань действительно обладали определенной степенью точности в масштабе и точно указывали местоположение. Но главным улучшением в работах Пэй Сю и его современников было отображение топографических высот на картах. Во времена династии Сун император Тай Цзу в 971 году нашей эры приказал Лу Дуо Суну обновить и переписать все карты мира, что, казалось бы, было непосильной задачей для одного человека, которого разослали по провинциям, чтобы собрать тексты и как можно больше информации. Тем не менее, масштабная работа была завершена в 1010 году нашей эры, включающая около 1566 глав. Монгольская империя ученые совместно с персидскими и китайскими картографами создавали карты, географические сборники, а также отчеты о путешествиях. Рашид Ат-Дин Хамадани написал свой географический сборник «Сувар Аль Акалим». В его работах говорится о границах семи стран – реках, крупных городах, местах, климате и монгольском Ямсе. Монголы требовали, чтобы покоренные ими народы присылали географические карты монгольскому главному штабу. Во времена династии Юань существовала карта стратегических пунктов. Монгольская картография была обогащена традициями Древнего Китая и Ирана, которые теперь находились под властью монголов. Поскольку Юаньский договор часто просил западные монгольские ханства прислать свои карты, династия смогла опубликовать карту, описывающую весь монгольский мир примерно в 1330 году. Карта включает монгольские владения, включая 30 городов в Иране, Россию, как Орош, а также их соседей, например, Египет и Сирию. Османский картограф Пири Рейс опубликовал навигационные карты в своем Китаб и Бахрие. Работа включает в себя атлас-карт для небольших сегментов Средиземного моря, сопровождаемые инструкциями по плаванию, охватывающими море. Во вторую версию работы он включил карту Северной и Южной Америки. Карта Пири Рейса, составленная в 1513 году, является одной из старейших сохранившихся карт, на которых изображена Америка. В маргинальной литературе часто утверждается якобы необычная точность данной карты, из чего обычно следуют далеко идущие выводы, не признаваемые современной наукой. На карте Пири Рейса достаточно точно изображены реально существующие, но неизвестные на момент ее создания географические объекты, в частности Анды, до открытия которых было еще несколько лет. Наибольшее количество споров вызывает наличие в нижней части карты Пири Рейса Земли, которая идентифицируется с побережьем Антарктиды, официально открытой лишь в 1820 году. В настоящее время все доводы как в пользу мнения об изображении Антарктиды на карте, так и против него, основываются лишь на здравом смысле и предположениях. Средневековые карты в Европе были в основном символическими по форме, аналогичными гораздо более ранней вавилонской карте мира. Известные как Мапа Мунди, ткань мира, эти карты представляли собой круглые или симметричные космологические диаграммы, представляющие единую массу суши Земли в форме диска, окруженную океаном. В эпоху Возрождения, с возобновлением интереса к классическим произведениям, карты стали больше походить на топографические съемки, в то время как открытие европейцами Америки и последующие попытки контролировать и делить эти земли возродили интерес к научным методам картографирования. Карта Марина – одна из самых ранних и самых достоверных исторических карт Северной Европы, созданная шведским церковным деятелем, дипломатом и писателем Олафом Магнусом. После того, как он и его брат были вынуждены покинуть Швецию, Олаф до конца жизни занимался изучением ее истории и географии. Результатом этой работы стали карта Марина и комментарии к ней в книге «История северных народов». Карта была напечатана в 1539 году в Венеции в количестве всего нескольких экземпляров, с освящением Патриарху Венецианской Республики, при поддержке которого Олаф смог закончить работу. Источниками для карты ему послужили собственные путевые заметки – карты скандинавских моряков и карты Птолемея. Как видно из изображенных на карте сцен, Кольский полуостров, Беармия, принадлежит русским, которые рыбачат, охотятся на пушного зверя, торгуют, а также защищают свою территорию от неприятелей. Характерна направленность вооруженных отрядов – скандинавов на восток, а русских на запад. Воды, омывающие Беармию, названы картографом «Скифский океан». Карта состоит из девяти частей. Фрагмент А Сравнительное большое количество кораблей в этом фрагменте указывает на оживленность торговли между Исландией и остальной Европой, в первую очередь с Ганзой. Сражение между кораблями Гамбург и Скотт по центру левого края можно объяснить торговой конкуренцией между Ганзой, Англией и Шотландией. Морские завихрения, правая нижняя четверть, не повторяющиеся в таком количестве нигде более на карте, указывают на так называемый «Исландско-фарьерский фронт», разделяющие теплые воды Гольфстрима и потоки холодной воды с севера. Разница температуры воды в 5 градусов по Цельсию создает характерную рябь на поверхности, о котором Олафу Магнусу могли сообщить мореходы. Фрагмент Б Можно предположить, что морские чудовища не случайно нападают на корабли с названием Дани и Готи и стран, пораженных лютеранской ересью. Периодически появляющиеся у берегов Гренландии бревна оказались сибирского происхождения. Лес, вынесенный реками в Северный Ледовитый океан, вмерзает в лед, дрейфует вместе с ним и в теплые годы вытаивает в Атлантике. Рыбак на замерзшем озере глушит рыбу, ударяя дубиной по льду. Фрагмент С Отмеченный буквой Д, магнитный остров, ближе к правому верхнему краю, у которого компасы перестают функционировать, Олаф поместил к северу от Скандинавии, в 30 милях от Северного полюса. Белое море, отмеченное буквой Ф, изображено здесь как озеро Лакус Альбус. Буквами Q и O отмечены московские купцы, перетаскивающие свои лодки между озерами. Фрагмент Д У южного побережья Фарерских островов изображена скала с указанием для мореходов, что она дает отличную защиту от шторма. Шотландские острова охарактеризованы как плодородная страна с самыми красивыми женщинами. Фрагмент И На фрагменте отмечены месторождения железа, меди и серебра в Центральной Швеции. Фрагмент Ф На льду Финского залива происходит сражение, очевидно, между шведами и русскими из Московии. В нижнем правом углу изображен великий князь Московский, в год опубликования карты это был Иван Грозный. Крепость Иван Грод в устье реки напротив Нарвы, очевидно, Иван Город. Фрагмент Х На побережье Пруссии, отмеченной буквой Д, мы можем видеть сборщика янтаря. Фрагмент Ай Внизу, в центре, изображен король Речи Посполитой Сигизмунд. Территория современной Белоруссии на карте разделяются на Белую Русь, Русия Алба, и Черную Русь, Русия Нигра. Справа перечислены народы, которые, согласно единогласным утверждениям древних авторов, происходят из Скандинавии. Среди них Готы, Ост-Готы, Вест-Готы, жители Самогитии и многие другие. Я знаю, какой вопрос вас интересует. Зачем или почему на картах раньше изображали морских чудовищ? На самом деле ответ прост. Раньше их было больше, и они не так активно прятались. Но со временем отлов морских чудовищ развивался как отрасль, и поэтому многие из них попали в специальную красную книгу чудовищ. Во всем виноваты эти карты, на которых художники изображали местоположение этих прекрасных созданий, чтобы указать четкое направление для охотников. Ладно, это была шутка. На самом деле так изображали территории, которые еще не изучены, поэтому и писали, там живут драконы или в здешних водах водятся морские чудовища. Но некоторые изображения все же несли в себе правду. Таким образом изображали огромных китов или неизведанных рыб. Также карты с такими изображениями заказывали себе богачи. На таких картах существа выглядели просто фантастически. Хочу, чтобы вы знали, при создании этого ролика объем текста был сокращен примерно вдвое. Я очень сильно увлекся темой, но к сожалению у меня просто не хватает времени из-за ролика, который я готовлю на 28 февраля. Надеюсь, что я смог охватить и рассказать вам интересные факты о создании карт. По традиции нашего канала, давайте напишем в комментариях, теперь я знаю про картографию. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и оценивать ролик лайком. А это был Олег Черный, всем пока.